Всем привет, друзья! Это канал Надзор.юа. Меня зовут Павла и подошла очередь обозревать поворотную Wi-Fi камеру от iMo под названием Cruiser. Поворотность на 360 градусов, встроенная инфракрасная подсветка и прожекторы, двусторонняя аудиосвязь, сирена, двойные Wi-Fi антенны и майма. Именно об этом и многом другом сегодня пойдет речь. Но для начала нужно глянуть, что положили в комплектацию камеры. Это цветная инструкция, сертификат качества продукции, трафарет для монтажа, вот такой вот монтажный набор, защитный колпачок для проводного соединения, блок питания с длинным шнуром, а также кронштейн, который поможет зафиксировать камеру на стену или потолок. На передней части модели у нас расположен микрофон, инфракрасная подсветка, два прожектора, светодиодный LED-индикатор, объектив камеры, чуть ниже у нас есть слот для micro-CD-карты, кнопка сброса до заводских настроек, которая выведена на корпус. По обеим сторонам расположены Wi-Fi-антенны, чуть ниже есть динамик, а также разъем для подключения к питанию и разъем для подключения к проводному интернету. iMo Cruiser – это вариация универсальной уличной камеры, в которой уместились все самые последние и нужные функции. В то же время это очень потребительский продукт с легкой настройкой, установкой и тем более управлением, в принципе, как и все продукты iMo. Камера имеет 4-мегапиксельную матрицу, поворачивается на максимальных 360 градусов и наклоняется на 90 градусов, так что охват территории, как вы понимаете, максимальный. Кодекс сжатия видео H.265, для тех, кто не знает, это самый последний кодекс, который экономит половину памяти на накопителе. Встроенный микрофон и динамик, то есть имеется двухсторонняя аудиосвязь, а это значит, есть возможность не только слышать, что происходит на вашей территории, но и при надобности пообщаться с посетителем. Чтобы в темное время суток лучше рассмотреть этого самого посетителя, в камере помимо 30-метровой инфракрасной подсветки предусмотрены еще и прожекторы. Таким образом, даже в полной темноте мы можем получать цветную картинку. Вообще, ночная съемка это, пожалуй, одна из главных фишек данной модели. У нее целых 4 режима ночного видения. Черно-белая съемка только с инфракрасной подсветкой, цветная съемка с использованием прожекторов, умная съемка, при помощи которой черно-белая съемка сменяется цветной, как только камера фиксирует движение человека, и последний, так называемый, режим выключения позволяет вообще отключить подсветку, чтобы избежать нежелательного освещения. Кроме всего прочего, здесь есть встроенная сирена, и когда камера обнаруживает вторжение, сирена на 110 дБ и два встроенных прожектора отпугивают нежелательных посетителей и отправляют вам тревожные пуш-оведомления. Также у камеры есть функция автотрекинга, которая помогает камере отслеживать каждое движение человека. Помимо Wi-Fi-антенн у камеры есть еще встроенная точка доступа, поэтому вы можете пересматривать записи даже при отсутствии подключения к интернету. И технология MIMO, что позволяет принимать одновременно больше потоков. Все снятые видео могут храниться на трех накопителях. Во-первых, на карте памяти на 256 гигабайт, на видеорегистраторе и на облачном хранилище IMO. Я специально делала обзор этого облака, поэтому можете глянуть по ссылке в описании. В Украине оно, кстати, достаточно неплохо работает. Благодаря бесплатному мобильному приложению IMO Lights у нас есть возможность управлять камерой. Для начала ее нужно подключить, подтянуть в приложение при помощи QR-кода, который расположен на камере, и следовать инструкциям. То есть ничего сложного там нет, процесс подключения очень легкий. У нас он отдельное видео есть на канале, посмотрите по ссылке в описании. Итак, когда камеру мы подтянули в приложение, кликаем на значок, соответствующий названию нашей камеры, и у нас сразу же транслируется live video. Но, как вы видите, изображение у нас как будто перевернуто вверх ногами. Это потому, что камера изначально предназначена для установления на стену или под лоб. Поэтому картинка вот в таком положении у нас. Если вы хотите устанавливать камеру в какой-то такой прямой, правильной позиции, где-то на плоской поверхности, допустим, на столе, то нашу картинку нужно перевернуть. Поэтому сразу же в правом верхнем углу мы кликаем на значок настроек, листаем аж к самому концу, и там есть позиция больше. Мы на нее нажимаем и сразу же кликаем на значок поворот изображения. Таким образом, когда мы уже возвращаемся на главный экран, видео у нас уже в том положении, которое на данный период времени, и в данном положении нас устраивает, скажем так. Итак, на самом главном экране у нас есть все важные кнопки управления. Во-первых, мы можем менять качество видео в зависимости от качества интернета. Это у нас сейчас Full HD. Мы можем расширить видео на весь экран. Мы можем активировать двухстороннюю аудиосвязь. Можем делать фото- и видеофиксацию, которые сохранятся у нас в галерее. Можем активировать в ручном режиме сигнализацию и наши прожектора. Но можем мы настроить автоматическую их работу при обнаружении движения. Ну, попробуем вручную. Допустим, это сигнализация. Понятно. Она достаточно громкая. И подсветочку посмотрим. Вот таким вот образом, мигающими такими рывками, работают наши прожекторы. Это понятно. Главная кнопка здесь, на нашем управляющем экране, кнопка под названием «Планирование». Именно при помощи вот этого вот импровизированного джойстика мы можем управлять нашей камерой, поворачивая ее в разные стороны и в нужные позиции для нас, чтобы рассмотреть нашу территорию. Еще есть очень интересная кнопка. В правом нижнем углу есть такая звездочка. Это кнопка избранных позиций. Допустим, ваша камера охватывает территорию вашего дома. Допустим, крыльцо, входную дверь или гараж или какую-то летку. И вам, допустим, нужно очень быстро посмотреть, что происходит у входной двери. И чтобы вы вот этим вот джойстиком очень долго и нудно не нажимали на ту позицию, на ту зону, которая вас интересует, вы можете просто сохранить вот эту вот картинку входных дверей, избранная. Допустим, вот мы введем входные двери, сохраняем. Получается, я входные двери. Так, сохраняем вот эту вот позицию. И если мы, допустим, меняем направление нашей камеры в какую-то другую сторону, но мне очень срочно нужно посмотреть, что происходит там у гаража, входных дверей или на летке, я нажимаю на вот эту вот избранную свою позицию, и камера сама в автоматическом режиме поворачивается на нужную мне зону. Ну, я думаю, вы разберетесь с этим тоже. Итак, в правом верхнем углу у нас есть кнопка настроек. Тут мы можем настраивать и выстраивать работу камеры как нам угодно. Во-первых, мы можем приобрести себе облачное хранилище, там, нужный пакет, который нам подходит. Мы можем предоставить кому-то еще доступ к нашей камере, членам семьи или родственникам, допустим. Можем даже почитать про все нужные, самые важные функции этой камеры. Для нас в программе это тоже предусмотрено. Кстати, прикольно, если вы не знаете, какой перечень функций есть, можно все всегда прочитать и применить. Также мы можем настраивать пуш-оведомления по обнаружению, допустим, движения. Мы можем какую-то соответствующую зону себе выделять, которую мы хотим осматривать, за которой мы хотим наблюдать, если нам это нужно. Не вся территория, а конкретно какая-то зона. Активировать детекцию движения. Можем даже делать умное отслеживание, когда камера реагирует за каждым движением человека. Куда, то есть, поворачивается человек, туда камера и направляется. Это называется функция автослежения. Вот, чтобы вы видели, как она работает. Куда я не поворачиваюсь, туда она за мной поворачивается. В общем, выключу, деактивирую эту функцию, потому что это на самом деле очень настораживает. Итак, можем регулировать чувствительность движения. Можем настраивать автоматическую работу сирены и наших прожекторов. Можем активировать один из режимов ночного видения. Один из четырех, о которых я говорила. Можем выбрать какую-то другую сеть Wi-Fi, допустим, если хотим поменять. Также можем при помощи кнопки, тут тоже кнопки больше, менять формат нашей даты, часовой пояс. Вообще можем перезагрузить устройство, если нам это нужно или сбросить, или удалить. В общем, тут все очень потребительски, все, правда, очень понятно. Каждый значок прорисован в соответствии к функции, поэтому никаких проблем не будет. Камера абсолютно погодоустойчивая и предназначенная для установки на улице. Но при надобности ее можно установить и внутри помещения. Подойдет и для домашней территории, и для офиса или магазина. С настройкой и установкой может справиться каждый, поскольку камера сделана под конечного потребителя. Цветная ночная съемка, панорамная, без лишних проводов, три канала хранения видео. Песня, друзья! Если у вас остались вопросы, то вы всегда их можете задать в комментариях под видео. Еще больше информации читайте по ссылке в описании. И не забывайте, что все камеры iMO и многих других производителей вы можете приобрести у нас в онлайн-магазине. Оставляйте свои лайки, подписывайтесь на канал и узнавайте о всех новинках в сфере видеонаблюдения вместе с нами. С вами был Надзор ЮА. Хорошего настроения! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok